МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все это заслуга наших людей с творческим потенциалом, креативных, любящих свое дело. Творчество, изменяющее жизнь, 65 лет исполнилось Ангарскому управлению по культуре. Наши мероприятия проводятся с 2006 года. Сегодня мы отмечаем свой 10-летний юбилей. Мастера прикладного искусства. Областной семинар педагогов дополнительного образования открылся в Ангарске. Один чуть-чуть начинает проигрывать, сразу его, как говорят, мандраж берет. Это ни в одной игре такого нет, как бывает, трясет взято. Спорт для умных и расчетливых. Любители бильярда намерены возродить спортивную федерацию. Мы начинаем работу в эфире в студии программы «Местное время» Елена Жерлова. Здравствуйте! Культура рождается вместе с городом. 65-летний юбилей в этом году отметил не только Ангарск, но и Управление по культуре. Театральный зал «Нефтехимика» собрал творческих людей, которые много лет трудятся на развитии и процветании всех видов искусства. Праздник людей креативных и творческих начинается уже в холле. На экспозицию с мимами никто не пожалел мегабайт телефонной памяти. А ведь удивить работников культуры трудно. Они сами привыкли поражать окружающих своей неограниченной фантазией. От их работы зависит настроение ангарчан, особенно во время масштабных городских праздников. Все это заслуга наших людей с творческим потенциалом, креативных, любящих свое дело, вкладывающих в него душу и формирующих вот этот культурный дух, культурный облик нашего города. Менялись названия дела, помещения, но одно оставалось неизменным. Это кадры. Их недаром называют лучшими. Они не искали славу культуре Ангарска не только в самом городе, но и далеко за его пределами. Это и театралы, и музыканты, и хореографы, и цирковые артисты, и художники, и литераторы. У нас очень огромный пласт культуры в Ангарске, очень стабильный, очень классичный, очень крепкий. Грамоты мэра областного министерства культуры и губернатора региона в юбилейный вечер наградили ветеранов управления, руководителей и работников учреждений культуры, педагогов, артистов. Вспомнили о тех, кто возглавлял отдел управления. Почти 15 лет этот пост занимала Елена Кириченко. Она не уставала признаваться в любви и говорит слова признательности своим бывшим коллегам. По ее мнению, культура в Ангарске бескорыстная, талантливая и многожанровая. Любой наш творческий коллектив можно, не опасаясь, отправить на форум, фестиваль любого уровня. И мы обязательно привозим оттуда награды. Елена Кириченко пришла не с пустыми руками. Голову своего преемника Андрея Трусова она увенчала лавровым венком. Говорит, что украшение помогает в поиске новых креативных идей. Награду за многолетнее плодотворное сотрудничество получила телекомпания «Актиз». Культуре, как в душе, путь лежит через сердце. Как много замечательных ярких сердец подалили в свое творчество, энтузиазм, талант этому городу. А телекомпания «Актиз» уже на следующий год, как 25 лет, освещает и показывает лучшие события города. Нам есть, что показывать. И телекомпании всегда было и будет по пути с культурой. Почетные грамоты, приятный сюрприз будущему 25-летнему юбилею телекомпании. Елена Мильвитт, Антон Бархатов. Местное время. Творчество без границ. Так называется областной семинар практикум педагогов художественного и декоративно-прикладного творчества. Сегодня он объединил более 200 участников из Иркутска, Ангарска, Братска, Сузянки и других городов и поселков области. Цель мероприятия – обмен педагогическим опытом и сохранение культурных традиций коренных народов при Байкале. Наше мероприятие проводится с 2006 года. Сегодня мы отмечаем свой 10-летний юбилей. За этот период на мероприятии в нашем семинаре практикума было проведено около 400 мастер-классов. Ежегодно в нем принимает около 200 педагогов в Иркутской области. На базе Дворца творчества детей и молодежи в течение всего дня проходили мастер-классы, где все желающие могли познакомиться с редкими видами рукоделия, а также попробовать новые техники декоративно-прикладного творчества. К Новому году в округе готовятся заранее. Как сообщили в Управлении по капитальному строительству, ледовые городки в Ангарске будут оборудованы на трех площадках. Главный городок традиционно развернется на площади Ленина. Правда, декоративных скульптур там будет немного. Елка, Дед Мороз, Снегурочка – символ года, подсветка. И будут две горки. Одна большая, двухскатная, и одна горка маленькая для малышей. Еще один городок появится на Аллее Любви. Площадка уже подготовлена. Здесь планируются фигуры байкальской тематики. А в парке «Современе» кангарчане увидят лесную сказку. Ледовые городки оборудуют также в отдаленных и сельских территориях. Аукционы по строительству состоятся 14 ноября. 20 лет исполнилось молодежному клубу инвалидов «Преодоление». Общественная организация существенно отличается от других. В ее стенах многие обрели не только веру в себя, а надежных друзей и даже спутников жизни. Мария Константинова продолжит тему. Вместе мы можем все. Под таким девизом дружный коллектив клуба инвалидов «Преодоление» живет уже добрых два десятка лет. Общественная организация была зарегистрирована в Ангарске 1 ноября 1996 года. Как тогда, так и сейчас она объединяет друзей, имеющих проблемы со здоровьем. Однако физические ограничения – лишь условность. Так считают и воспитанники клуба, и их надежные друзья. Физические возможности всех людей ограничены. Никто никогда, наверное, не прыгнет в высоту на 10 метров. А что касается духовных возможностей, то здесь, наверное, разговор другой. Вот здесь уже, наверное, верхняя планка действительно неограничена, и это зависит от конкретных людей. И вот вы как раз даете пример той самой неограниченной духовных возможностей. Читает Шекспира по ролям, сами пишут стихи, танцуют и поют. Юбилей стал отличным поводом продемонстрировать, на что способны преодоленцы. Готовились долго. Тяжеловато было. Но мы готовы, мы сделали это. И сегодня мы всем покажем, что мы умеем, что мы научились делать, что мы еще делаем. Где-то начало, где-то серединка. Конечно, не все легко, но всему есть хороший смысл. Это стремление. Сегодня клуб «Преодоление» – это своя вокальная студия, компьютерный класс, секция по игре в дартс, кружок выжигания и многое другое. Для некоторых ребят организация стала второй семьей. Для инвалидов это, наверное, отдушина. Они бы всю жизнь сидели дома, никого не видя и не общались. Это для них просто светлое пятно в их жизни. Благодаря клубу многие инвалиды встретили свои вторые половинки, создали семью, а также нашли себе занятия по душе. И именно это помогает им радоваться жизни, несмотря ни на какие ограничения. Мария Константинова, Владимир Селиванов. Местное время. Открытый кубок города Иркутска по Ушу Таулу прошел накануне в областном центре. Участие в состязаниях приняли ребята из Иркутска, Ангарска и Братска. Наш город представляли 11 спортсменов из школы боевых искусств «Файтайгер». Ребята привезли 8 медалей – 4 третьих, 3 вторых и одно первое место. Я занимаюсь Ушу с 6 лет, 4-й год занимаюсь. Сложность в том, что нужна концентрация движения и главное, чтобы не падать. Таулу отличается от ударно-бросковых видов спорта тем, что здесь нет поединка, здесь поединок ведется с невидимым соперником. Ушу-Таулу – новое направление для Иркутской области. Оно считается сложным координационным видом спорта. В ангарской тренировке ведет тренер школы «Файтайгер» Ольга Земская. Ее воспитанники показывают отличные результаты. Сейчас они готовятся к первенству области, которая состоится в декабре. Областной турнир по мини-футболу среди мальчиков 2005-2006 годов рождения открылся сегодня в Ангарске. Спортивные баталии проходят в комплексе «Олимпийский». На участие в нем заявились 7 команд из Иркутска, Черемхова, Свирска, Уссуля, Сибирского и Братска. Ангарск представлен двумя сборными из спортшколы «Сибиряк». Команда первая, она, безусловно, это фаворит турнира. Мы другую, в принципе, задачу не ставим, потому что играем в родном городе. Ну и вообще по пятому году мы немножечко пока посильнее выглядим. Ну, хотя, что ты узнаешь, не знаю, как получится. Все, ну, рассчитываем, что команда выступит достойно. В прошлом году наши команды заняли первое и третье место, вторыми стали спортсмены из Уссулья. В нынешней игре главными соперниками ангарчан являются футболисты из Братска и Иркутска. Большой спорт в массы. В Ангарске прошел турнир по бильярду среди игроков-любителей. Кто оказался в лидерах и почему? Узнаем из сюжета далее. В городском турнире по бильярду, который был посвящен Дню народного единства, приняли участие 25 игроков. Это люди разных возрастов и профессий. Все свободное от работы время они проводят за столами, обшитыми зеленым сукном. Самому опытному игроку далеко за 70. По словам Владимира Кокошникова, играть он начал, будучи еще школьником. Считает бильярд особенным видом спорта, где на первый план выходит не меткость и тонкий расчет, а психологическое состояние игрока. Потому что надо себя все время держать, не только настраивать, еще уметь держать в игре. Это очень сложно. Вот если заметите, все люди разные, по-разному играют. Один чуть-чуть начинает проигрывать, сразу его, как говорят, мандраж берет. Вот такой. Ни в одной игре такого нет, как бывает трясет блярд. В отличие от областного центра, в Ангарске нет местного отделения Федерации бильярда. Поэтому все турниры проводятся на любительском уровне. Однако это не мешает нашим землякам время от времени занимать призовые места даже на региональных соревнованиях. Цель нашего турнира – это популяризация игры на бильярде в городе Ангарске, вовлечение молодежи в данный вид спорта. Мы хотим, чтобы все больше и больше участников у нас принимало участие в нашем турнире. В этот раз переходящий кубок достался Григорию Диденко. На втором месте Вячеслав Петряев. Третий результат – Владимира Кокошникова. Победители соревнований получили денежные премии. Ну а те, кто не дошел до пьедестала, могут попытать силы в новогоднем турнире, который стартует в конце декабря. Наталья Зарубина, Владимир Селиванов. Местное время. Первый блин – огромным комом. Во вчерашнем матче очки на ангарском Ермаке сумел заработать и пензенский дизель. Сибиряки потерпели еще одно разгромное поражение – 1-6. Напомним, это был первый матч под руководством нового главного тренера Игоря Жилинского. Однако наставник успел провести со своими подопечными всего одно занятие и делать какие-то выводы пока слишком рано. В послематчевом интервью новоиспеченный рулевой оранжевых отметил, что некоторые голы Ермак привез себе сам из-за грубейших ошибок защитников. Следующий поединок пройдет 9 ноября в Саратове с местным кристаллом. Первые шаги к пьедесталу. Спортивный клуб по художественной гимнастике «Ассоль» провел соревнования для самых юных воспитанниц. На ковре исключительно новички – девочки от 2 до 8 лет, которые занимаются с сентября. За два месяца гимнастки освоили самые азы красивого и грациозного вида спорта – шпагат, мостик и другие упражнения. Начинаем приобщать к соревнованиям родителей, чтобы привыкали, чтобы видели других гимнасток, видели, к чему нужно стремиться. Один ребенок за 2 месяца может растянуться и сесть на поперечный шпагат, другой – нет. Это самый первый турнир в жизни начинающих спортсменок, поэтому судьи постарались никого не обидеть. На пьедестал поднялись все гимнастки, пусть и на разные ступени. Завершили состязания показательные выступления уже опытных воспитанниц, чтобы подрастающая смена видела, каким результатом им нужно стремиться. Таким был этот день. Далее расскажем о погоде и карте звездного неба. Всего вам доброго и удачи в делах.